Ну что, давайте двигаться дальше и, соответственно, сегодня в основном я буду тогда говорить о гильбертовом пространстве, как о важном примере рефлексивного пространства. Наработали мы много всякой техники, которая в рефлексивном пространстве имеет место, слабая сходимость подпоследовательности, ограниченной последовательности в рефлексивном пространстве и такой достаточно большой важный класс этих рефлексивных пространств нам представляет гильбертово пространство. Это, как вы помните, полное евклидово пространство. Евклидово пространство это, собственно, линейное пространство, определение давайте зайдем на всякий случай, они вам известны. Так, освежу в памяти. Х-линейное пространство называется евклидовым, если в нем, помимо линейных операций сложения и умножения на комплексный скаляр, введена конструкция скалярного произведения. Для любой пары элементов х определенного, значит, скалярное произведение х на у из С, удовлетворяющее ряду свойств. Во-первых, х на х, ну, вещественное неотрицательное число, да, и равенство нулю равносильно, х есть ноль. Значит, во-первых, вообще скалярное произведение комплексно, но умножение вектора на самого себя дает неотрицательное вещественное число, при этом ноль может быть только на нулевом умножителе. Да, дальше xy равно yx с чертой, да, для любых xy из x. Перестановка приводит к комплексному сопряжению. Физики, по-моему, значит, дальше третье свойство, вот линейность по одному из аргументов. Мне кажется, в квантовой механике культивируется линейность по второму аргументу. Ну, я, давайте, следуя Гильберту, буду культивировать все-таки по первому. Вот, значит, для любых скаляров альфа-бета-комплексных xyz из x следует, что альфа-x плюс бета-yz скалярный это альфа-xz плюс бета-yz. Вот, то есть по первому аргументу у вас чистая линейность, по второму аргументу, ну, аддитивности сопряженной однородности. С второго аргумента скаляр выносится с чертой. Вот, вот набор аксиом. Соответственно, из этих аксиом следует, что конструкция корень из скалярного произведения x на x удовлетворяет аксиомам нормы. В x, вот это, собственно, называется евклидовой нормой. Все свойства практически очевидны, кроме неравенства треугольника, да, это ясно, что это неотрицательное число, равное нулю, если и только если x 0. Это, собственно, из первого вытекает, дальше из второго как раз, из третьего, пардон, вытекает, что, ну, из третьего, из второго, да, что умноженный x на скаляр дает корень из альфа x альфа x, и из первого у вас скаляр выносится, значит, как таково, а из второго с чертой, да, получается корень альфа альфа с чертой xx, да, то есть модуль альфа нормой x. Вот, ну и неравенство треугольника, оно вытекает из неравенства Каши Бунюковского, который, собственно, также следует, ну, по большому счету, из 1, ну, плюс из, естественно, свойства 2 и 3, которое, значит, дает нам аддитивность по каждому аргументу и однородность, сопряженная однородность, соответственно, по второму. Если мы рассмотрим x плюс ty на x плюс ty, где-то вещественный скаляр, да, вот такой вот многочлен p от t, xy из x, ну, напоминаю, на всякий случай, возможно, все это известно, ну, в принципе, на устном экзамене вполне могут эти вещи спросить, так, для интереса, вот, и говорить о том, что это вы изучали давно, будет как-то плохо пахнуть, лучше ответить на этот вопрос. Вот, этот многочлен имеет вид тогда нормы x квадрат плюс, соответственно, t квадрат нормы y квадрат, ну, норма пока только по названию, да, плюс, соответственно, xty и tyx, поскольку t вещественный, он выносится, и получается сумма двух таких скалярных произведений, которые дают две вещественные части, xy по условию 2, вот, и вот этот многочлен, он по определению, ну, квадратный трехчлен, да, он формально неотрицателен, да, вот, по первому свойству, как раз, для любого t вещественного, и этот факт означает, что дискриминант меньше либо равен нуля, да, вот там дискриминант на 4 я напишу, вот, а это как раз означает, что квадрат, значит, вещественной части, да что ты будешь делать, квадрат вещественной части xy минус, соответственно, норма x квадрат, норма y квадрат, соответственно, меньше либо равно нуля, то есть получается такое, ну, не вполне доделанное неравенство Кашибуниковского, ну, практически оно и есть, из этого неравенства легко получается и сам Кашибуниковский, то есть по модулю не превосходит норма x на норму y, вот, это как раз вот неотрицательность данного квадратного трехчлена, означает неположительность дискриминанта и таким образом выполнение вот этого неравенства. Ну и тогда, если мы, собственно, ре и x, y представим, соответственно, значит, в виде, соответственно, произведения модуля на экспонент от какого-то аргумента, значит, скалярного произведения x на y, да, только не ре и x, y, а просто x, y, так, вот так вот, да, вот. Если я, значит, скалярное произведение x на y представлю в виде произведения модуля комплексного числа на экспоненту от ифи, где ифи в аргументе, тогда получится, что, соответственно, модуль x на y, это и есть x, y, и в минус ифи, или по второму свойству я могу занести экспоненту, например, вот во второй совмножитель с комплексным сопряжением, это число получается вещественное, и, значит, эта штука равна своей вещественной части, получается, это равно, ну, куда-нибудь сюда перейду, вот, это равно тогда аре x, значит, на y в степени ифи, да, ну, и это тогда меньше либо равно в силу вот доказанного неравенства для вещественной части произведению длин, значит, длина x на длина е в степени ифи y, ну, а это есть норма x на норма y, вот и все. Так что модуль скалярного произведения не превосходит произведение длин, если под длиной понимать вот эту евклидовую длину, евклидовую норму. Ну, и, собственно, из него уже вытекает неравенство Каши-Буняковского, фактически уже из этого оно вытекает, норма x плюс y в квадрате, это, ну, даже без квадрата, да, это корень из x плюс y на x плюс y. Если я перемножу, теперь пользуясь свойствами 2 и 3, то получится как раз квадрат нормы x, квадрат нормы y плюс 2 вещественные части x на y. В принципе, даже можно для ре x, y воспользоваться тут неравенством, но нам понадобится, конечно, неравенство и для модуля скалярного произведения, так что его, конечно, лучше иметь. Вот не превосходит тогда корень нормы x квадрат, нормы y квадрат плюс 2, два произведения норм, ну, а это равно нормы x плюс нормы y в точности, да, полный квадрат под корнем. Все, значит, неравенство треугольника установлено, так что по умолчанию в евклидовом пространстве у нас вот такая евклидовая норма, индуцированная скалярным произведением, плюс эта норма удовлетворяет забавному равенству, которое нам сейчас потребуется на всю катушку, называется равенство параллелограмма. Вот, выглядит оно таким образом. Квадрат, сумма квадратов, ну, фигурально выражаясь, длинной диагонали, вот если из нуля нарисовать xy на плоскости, ну, через два вектора, не коллинеарных, можно рассмотреть линейную оболочку, вот вам плоский мир двумерный, тогда у вас получается вот это у вас x плюс y, это у вас, соответственно, x минус y, и это сумма квадратов длинной диагонали. Параллелограмма, если вы раскроете теперь по определению квадрат нормы через скалярные произведения, вот, и раскроете тут скобки по свойствам, то получится как раз квадрат нормы x и y удвоенится, вот, а такие скалярные произведения x на y, они сократятся генерально, да, то есть тут будет стоять минус 2 ре xy, да, и плюс 2 ре xy. Это дело просто-напросто уйдет. И вот получается равенство параллелограмма, то есть норма x минус y квадрат плюс норма x плюс y квадрат есть удвоенной суммы квадратов длин, соответственно, векторов x и y. Вот тут давайте его напишем. Это верно для любых x, y из x, соответственно, евклидовое пространство. Это равенство на самом деле является таким критерием евклидовости нормы. Не буду я в эту тему погружаться, времени просто нет. Вот так, оно, по-моему, единственный раз, ну, в недавнем таком прошлом входило в программу, когда, по-моему, был ковид, я это дело дистанционно доказал. Ну, дистанционно все быстро, что, как говорится, на ура. Вот, поэтому я там нашел время, чтобы на экране монитора написать доказательства. Ну, сейчас вам могу в качестве упражнения выдать. В евклидовом пространстве равенство параллелограммы выполняется, верно и обратно. Значит, если у вас какой-то там z с нормой, линейное нормированное пространство, норма какая-то абстрактная, такая, что норма, значит, у плюс v плюс норма у минус v есть две нормы у квадрат плюс две нормы v квадрат. Для любых у v и z. Вот, тогда это означает, что существует, ну, в z существует скалярное произведение, произведение v из c, v из z, u, v из z, такие, что, соответственно, норма у есть корень из u для любых u из z. То есть, если норма в линейном пространстве удовлетворяет равенство параллелограмма, вот, то тогда обязательно она является евклидовой. Вы можете завести скалярное произведение, причем даже понятно, как его завести. Значит, собственно, рассуждая в евклидовом пространстве, можно увидеть такую симметричную, что называется, форму записи, да. Значит, если я рассмотрю норму, в общем, если x у вас евклидова, то тогда, естественно, норма x минус y квадрат плюс норма x плюс y квадрат, да, это что такое будет у вас? Это будет, нет, просто x минус y квадрат, да, это будет норма x квадрат плюс норма y квадрат минус два ареи xy, да. Вот, а норма x плюс y квадрат, это, соответственно, вот то же самое, плюс 2 ре xy. То есть вещественная часть скалярного произведения это просто-напросто полуразность вот этих штук. Лучше симметрично вводить. Можно, конечно, из этого вычисления разделить пополам, но это будет несколько несимметричная форма записи, а такая как раз она симметричная. Минус норму x минус y квадрат пополам. Тут как раз на 4. Здесь замена x на y ничего не меняет. Отсюда сразу получается. А, соответственно, чтобы мнимую часть добыть, вам надо рассмотреть x минус y в квадрате, и x плюс и y в квадрат. Тогда что это такое будет? Норма x квадрат плюс норма y квадрат, а здесь тогда будет минус 2 ре x на y. Минус 2 ре x на y. И если я и теперь вытащу из скалярного произведения, будет минус и, получается ре минус и x и y. Ну и когда вещественная часть такого комплексного числа вычисляется, то получается в точности мнимая часть, значит, x и y. Потому что как раз вещественная часть x и y исчезнет, а мнимая часть с и вместе с этим минус и будет просто чистым образом мнимая часть. И вот минус 2 мнимых части будет. А здесь, соответственно, будет то же самое. Норма x квадрат плюс норма y квадрат плюс 2 мнимых части x и y. То есть мнимая часть x и y – это у вас норма x плюс y минус норма x минус y в квадрате, делить на 4. Так что здесь, если вы желаете решить это упражнение, то вы просто можете рассмотреть глазами скалярное произведение, ну, конструкцию uv по этой формуле. Норма u плюс v квадрат минус норма u минус v квадрат на 4 плюс i. Норма u плюс v квадрат минус норма u минус v квадрат на 4. И заняться скрупулезной проверкой свойств этой конструкции, вот тех трех свойств. Вот она в силу вот этого, в силу звездочки, да, в силу звездочки удовлетворяет 1, 2, 3 определение скалярного произведения. Ну, это, конечно, не быстро доказать, это непросто, вот, но можно. Вот, в Калмагорове у меня есть доказательства только для вещественных скаляров, то есть Калмагоров ограничивается вот этой частью, и все у него вещественно. Ну, в общем, в комплексной плоскости вылезти тоже несложно. То есть вид скалярного произведения, он, собственно, вот он напрашивается такой, в более-менее симметричной форме, вот, и, пользуясь равенством параллелограмма, ну, мудрый может доказать выполнение всех этих аксиом, попытайтесь это сделать, если вы интересуетесь. Ну, если охота, можете найти какие-то мои записи времен ковида, они очевидны. Висят на моем сайте в виде лекций каких-то там, как-то я их просто писал на бумажке, фотографировал и показывал слайд. Все это запротоколировано и записано. Вот, можете посмотреть, что было там три года назад или четыре, я уж не помню, когда это было. Вот, значит, так что там это вот доказательство предложено. Ну, я его не буду делать, в общем, это вещь такая, вещь в себе, по большому счету. Чтобы опровергнуть евклидовость нормы, достаточно опровергнуть равенство параллелограмм. То есть во всех пространствах, типа там, малых лебеговых для p, отличных от двойки, или больших лебеговых для p, отличных от двойки, вот это равенство, оно не выполняется. Это все не евклидовые миры. А l2 маленькое, l2, это как раз евклидовое пространство, где скалярное произведение порождается, ну, либо рядом, либо интегралом. Вот произведение одной функционной комплексом сопряженной другой. Такс, ну и, наконец, если у вас евклидовое пространство полное, давайте это равенство я оставлю, сейчас я им буду пользоваться. Значит, если евклидовое пространство x нормой полно, то оно называется гильбертовым пространством. Вот, ну, обычно так обозначается h пространство. Банаховое пространство, это b пространство по терминологии самого Банахова. Ну, а гильбертовое, не знаю, Гильберт так их называл или нет, но названо h пространство. Вот, и вот мы в таком мире, собственно, и будем работать. Обычно обозначается буквой h, но я давайте буквой x буду обозначать. Вот, примеры гильбертовых пространств, это вот у вас L2 и L2. Вот E, для любого E из MRM, это вот стандартное гильбертовое пространство. Такие рабочие, что называется. Так, ну, теперь, собственно, нам предстоит выяснить структуру сопряженного пространства гильбертового, увидеть рефлексивность, ну, и сделать какие-то выводы из этого. Значит, некую пользу извлечь. Так, ну, который потом, конечно, вообще в спектральной теореме, когда мы будем иметь дело с операторами в гильбертовом пространстве, совсем расцветет пышным цветом. Да, ну, сейчас, собственно, мы для этого и подготовимся. Сразу доказать, конечно, вид функционала из сопряженного пространства затруднительно, надо подготовку какую-то сделать. Вот, подготовка следующая, теорема РИС. Результаты будут сейчас в основном РИСа, того самого, значит, теорема почти перпендикулярия, там, Лемма, да, и они не вполне ограничены шаром бесконечно мерным нормированным, да, вот как раз этот самый математик. Значит, теорема РИС, значит, если х у вас гильбертово, гильбертово, тогда для любого M из X выпукло и замкнуто, для любого X из X существует единственный Y из M, такое, что норма X минус Y есть расстояние от X от M, то есть это инфима, норма X минус Z, O, Z и Z. Помните, что в рефлексивном пространстве на любое выпуклое и замкнутое множество из любой точки можно получить, ну, вообще говоря, не единственный, поскольку непонятно, будет ли строго выпуклась сфера или нет в рефлексивном этом мире, но получить проекцию. Вот в гильбертовом пространстве, оказывается, значит, проекция получается, причем даже единственная, это вот как раз природа строгой выпуклости сферы, геометрически, если уже там копаться, сфера в гильбертовом пространстве не содержит ни одного протяженного отрезка, вот, как раз эта строгая выпуклость, она по большому счету и определяет эту единственность, вот, ну, я туда погружаться не буду, у нас единственность получит, собственно, из соображений равенства параллограмм. Вот, то есть геометрию сферы, там, это уже, читайте дистали, если хотите, да, и там, значит, много чего по этому поводу написано, вот, вот, а это называется теорема Риса о проекции, проекции, вот, на языке теории приближения это означает, что любое выпуклое и замкнутое множество в гильбертовом пространстве является чебушевским множеством, под чебушевским понимается множество, которое как раз удовлетворяет вот этому свойству, из любой точки пространства есть единственное элементное лучшего приближения, вот, то есть в h-пространстве любое выпуклое и замкнутое множество является чебушевским, или чебушевым, да, множеством. В общем, чебушевсет, вот это общепринятый термин, вот. До сих пор, открытый вопрос, который до сих пор волнует умы математические, верно ли обратное? Верно ли, что всякое чебушевское множество является выпуклым и замкнутым в гильбертовом пространстве? До сих пор не доказано. Ну, некоторые соображения по этому поводу, ну, не соображения, а известные мне факты, я вам скажу позже, вот, но так вы можете намотать себе на ус. До сих пор открытые проблемы. Называется проблема выпуклости. Верно ли, что всякое чебушевское множество в гильбертовом пространстве является выпуклым и замкнутым? Замкнутость очевидна, поскольку, если я беру точку прикосновения чебушевского множества, расстояние равно нулю, да, единственный элемент наилучшего приближения может быть сама точка. Так что всякая точка прикосновения, понятно, что лежит в нем. Замкнутость очевидна. А вот выпуклость, вещь непонятная. Вот, до сих пор непонятна, до сих пор не доказана. А в конечномерном мире было доказано в 1936 году немецким математикам Моцкиным. Вот, если дополнительно потребовать, что гильбертово пространство конечномерно, то тогда этот результат известен уже довольно давно. Там, чуть меньше 90 лет назад. Вот. Для бесконечномерного случая вопрос открытый. Так, ну что же, доказательства этой теоремы. Вот это свойство, оно фактически присуще рефлексивным мирам. И здесь мы пока еще не знаем заранее рефлексивность гильбертово пространства, собственно, выясняем это свойство, которое в рефлексивных мерах есть. Ну, без единственности, конечно. Единственность это уже специфика геометрии сферы в этом пространстве. Так, ну что же, беру любую х, значит, из х. На полосуществование выясняем. Значит, указываем тогда минимизирующую последовательность, значит, которая норму х минус ун отправляет в пределе, в расстоянии, да, при н стремиться к бесконечности, да, ун это минимизирующая последовательность для х. Вот, ну, по отношению к n. Вот, и докажем, что эта последовательность, собственно, будет фундаментальна. Да, покажем, что yn фундаментальна в полном х, вот, и значит, существует предел yn, при n стремиться к бесконечности, равен какому-то y и z. Да, значит, ну, предел, естественно, по норме х, да, сильный предел. Свойство фундаментальности, минимизирующей последовательности для данной точки называется свойством аппроксимативной компактности множества m по отношению к точке х. Если будете что-то читать, да, всякие книжки, связанные с теорией приближения, то есть такое понятие аппроксимативной компактности множества, вот, аппроксимативная компактность связана с фундаментальностью, ну, со сходимостью, если в полном мире работать, то это одно и то же, со сходимостью произвольной минимизирующей последовательности, которую реализуют в пределе расстояния. Фактически данный факт означает, что выпуклое замкнутое множество аппроксимативно компактно по отношению к любой точке пространства. Можно так это сказать. Откуда же получится эта фундаментальность? Факт довольно загадочный. Но вот это вот как раз свойство равенства параллелограмма, характеристическое свойство эвклидовой нормы, именно оно как раз нам и поможет. Смотрим на норму yn минус ym в квадрате. Вот здесь эта разность стоит. Дальше, ну, что мы сделаем? Вычтем и прибавим x, то есть yn минус x минус ym минус x. Мы знаем, что норма разности yn минус x, она сходится. Да, к расстоянию, в квадрате. И теперь применим равенство параллелограмма. Равенство параллелограмма. Вот у нас один вектор, вот другой вектор, вот нормы их разности. Значит, это равно удвоенной сумме квадратов норм, yn минус x квадрат плюс yn минус x квадрат минус норма суммы в квадрате. Значит, получается yn плюс ym минус 2x квадрат. Вот я буквально переписал равенство параллелограммов для вот этой ситуации. Меня интересует малость этой разности. Что мы знаем? Вот это вот и вот это они стремятся к пределе, к расстоянию в квадрате от xа до m. Вот тут получается фактически 4 квадрата расстояния в пределе. А что делает вот это хозяйство? Зачем нужна выпуклость m? Вот как раз она тут отработает. Норма yn плюс ym минус 2x равно, если я двойку вынесу, yn плюс ym пополам минус x. И вот эта точка, это середина отрезка с концами из m. Она лежит в m в силу выпуклости m. m выпукло, ym лежит в m, и середина отрезка тоже в m находится. Следовательно, вот эта конструкция, она больше либо равно удвоенного расстояния от x до m. Да, потому что расстояние это у вас инфимум, а тут какая-то точка m подмешалась. Значит, вот эту штуку я оценил снизу, значит, с минусом оценивается сверху. Значит, отсюда получается, что это меньше либо равно 2 норм, значит, ym минус x квадрат плюс 2 норм ym минус x квадрат минус 4, да, вынеся двойку в квадрат, вывожу, получается 4 квадрат расстояния от x до m. Ну вот, а поскольку вот это у вас сходится к квадрату расстояния, вот это сходится к тому же, да, при nm стремится к бесконечности, то все это вместе стремится к нулю, да, стремится к нулю, при nm стремится к бесконечности. Вот и все, собственно, нехитрое рассуждение. По большому счету, в одну строчку, пользуясь равенством параллелограммы, мы получаем, что минимизирующая последовательность является фундаментальной. А значит, доказав фундаментальность, мы получаем, что у нее есть предел, который не выскользнет из m в силу его замкнутости, да, и, конечно же, если мы получаем сходимость, да, то это будет в пределе нормы x минус y, да, и таким образом мы, значит, получаем, что норма x минус y, это и есть расстояние от x до m. Вот и все. Любая точка из x, значит, произвольную, минимизирующую последовательность по отношению к m, да, которая реализует в пределе норму разности как расстояние, да, она превращается в фундаментальную. Вот и в силу полноты нашего мира, да, получается, что как раз предел этой последовательности, это и будет метрической проекцией. Одной из, вот, на самом деле, эта проекция единственная, тоже это вытекает из этого равенства. Давайте это покажем. Если есть две проекции, я не предполагаю, что они разные, просто я их отождествлю. Значит, если x и z из m таковы, что норма y и z, x минус z равно норма, x минус y равно расстояние от x до m, то что тогда отсюда следует? Опять, ну, вместо элементов, минимизирующей последовательности, я рассмотрю два вектора z и y, рассмотрю норму z минус y квадрат, тогда, значит, это будет опять норма z минус x минус y минус x квадрат, да, вот, и применим равенство параллелограмма, вот, где разность векторов, вот, двух таких, да, равно равенство параллелограммов, получается, значит, две нормы z минус x плюс две нормы y минус x минус норма z плюс y минус 2x квадрат. Вот, и мы видим, что вот это в точности равно 4 квадрата расстояния от x до m по условию, потому что y и z суть проекции, да, а вот это равно 4 норма y плюс z пополам минус x квадрат больше либо равно 4 квадратам расстояния от x до m. Ну, то же самое фактически делается от x до m, вот, ну, если это больше либо равно, то со знаком минус, меньше либо равно минус 4, а это равно 4 расстояния, значит, это меньше либо равно 0, поскольку величина не отрицательна, получается, соответственно, y равно z. Вот и все. Вот теорема Риса о проекции, соответственно, состоялась. Для любого выпуклого замкнутого множества, значит, вот у вас m из x выпуклого замкнутого, вот точка x, да, и вот вы имеете, ну, можно ее как-то обозначить, да, вот это вот y, давайте я ее обозначу, p m от x, да, это единственная проекция, ну, метрическая проекция, да, метрическая проекция x из x на m. Норма x минус p в x, соответственно, равно расстояние от x в m. Ну, наверное, вам хорошо известен критерий того, что вектор множества выпуклого замкнутого является метрической проекцией в терминах скалярного произведения. Называется это вариационное неравенство, и, по крайней мере, уж в конечномерном случае на методах оптимизации должно было быть вам изложено, и вы должны были им пользоваться. Да? Известно вам? Геометрически. Каков критерий того, что точка является метрической проекцией, точка y? Тупизна какого-то угла. Угол тупой. Никто не помнит? Ну, вот, если я возьму любой z, z, любой, абсолютно, то вот этот угол, тупой угол. Вот и все. Это критерий. Давайте это на всякий случай докажем. Называется это вариационное неравенство. Ну, будет удобно этим пользоваться потом, когда в качестве m будет подпространство. Тогда, значит, у нас вместо тупого угла будет прямой фактически. Ну, тупой, в частности, в случае прямой, естественно, неравенство не строгое. Ну, в общем, не острый. Напишем так. Тупой, может, это все-таки строго больше 90. Да, тут все не острый. Вот, значит, утверждение. Вот, значит, m у вас из x выпукло замкнуто, x, естественно, гильбертово пространство. Вот, x из x. Тогда y равно, значит, тогда y из m, значит, является, значит, метрической проекцией x на m. Да, если и только если x минус y на z минус y меньше либо равно 0 для любого z и z. Вот, скалярное произведение вот этого векторного, вот как где бы вы ни бегали, у вас получается, значит, скалярное произведение неположительное. Вот, геометрически это вот не острота вот такого угла. Вот, так что вместо того, чтобы минимизировать какой-то нелинейный функционал, норму разности, да, вот вам можно вот обратить свое внимание на такое вот неравенство, да, вот вы y. Ну, опять же, y непонятно, да, откуда брать, но, в общем, как-то вот на этом неравенстве оно основано на некоторые численные методы, я так понимаю, поиска. Вот, значит, доказательства этого дела. Вот, в обе стороны надо нам доказать туда и сюда. Ну, давайте сначала вниз, да, если y есть p, m, x, да, то, взяв любое z из m, какое угодно, что мы можем сделать тогда? Мы можем рассмотреть точку такую, значит, какую лучше рассмотреть? Ну, давайте tz плюс, тогда t надо будет стремить нам к единице, лучше, наверное, 1 минус tz плюс, или нет, так лучше, tz плюс 1 минус t, значит, y, да, она лежит в m, и для любого t от нуля до единицы, да, в силу выпуклости. И тогда получается, что норма x минус tz плюс 1 минус t, y по норме в квадрате, он больше либо равен норме x минус y в квадрате, да, вот это в точности расстояние в квадрате, да, самое маленькое, а это вот какая-то тут, какой-то вектор z. Если мы теперь это напишем как норма x минус y, а тут будет вот x минус y, тут тогда будет плюс t, y минус z в квадрате, вот, вот так вот, да, это больше либо равно нормы x минус y в квадрате, да, и принимаюсь, пользуюсь теперь евклидовостью нормы, да, вместо квадрата нормы подставляю скалярное произведение, тогда получится норма x минус y в квадрат плюс t в квадрат норма y минус z в квадрат плюс 2t, ре, t вещественно, поэтому оно без труда выскальзывает. Отовсюду, да, x минус y, y минус z, да, это больше либо равно нормы x минус y в квадрате. Это верно, для любого t большего нуля меньше у единицы. Вот, норма x минус y в квадрате сокращается, да, на t я могу разделить, ну, разделить и устремить после этого t к плюс нулю. Вот, надо разделить и устремить, да, и после этого получится вот такая расшифровка, значит, в виде вот слагаемых первого порядка по t здесь, но когда я разделил, оно сократилось. Значит, t норма y минус z квадрат плюс 2, ре, x минус y, y минус z больше либо равно нуля. Это верно, для любого t от нуля до единицы. Следовательно, при t стремящемся к плюс нулю мы получаем, ну, двойку могу скоротить, ре, x минус y, y минус z больше либо равно нуля. Да, а тут я, кстати, да, тоже написал как-то так лихо. Скалярное произведение же оно, это самое, комплексное, да, поэтому я никак по-другому, никто меня не подправил. Я написал как будто для вещественных скаляров. Вот, ну, скаляр у нас комплексный, поэтому когда скалярные произведения я пишу, надо помнить всегда, что это комплексное число, я мнимую или вещественную часть могу сравнивать. Вот, ре, естественно. Так что угол тут, конечно, такой в кавычках угол. Для вещественных скаляров это настоящий угол, а так, значит, здесь у меня именно вещественная часть. Тут я уже не могу так вольготно играть на и что-то заменять и так далее, это уже не в моей власти. Да, вещественная часть, естественно, получается. Ну, вот это оно и есть, да, то есть ре x минус y на z минус y меньше либо равно нуля. Вещественная часть. То есть, если угодно через нее определять угол, да, то тогда именно это и будет не острота. В буквальном смысле угол, когда скаляры вещественны, да, тогда реписать не надо. А так, конечно, реписать надо написать. Жаль, что вы меня не подправили. Ну, это, собственно, неудивительно, да, с комплексными скалярами, наверное, у вас такой привычки особой нет работать. Оптимизация у вас вся вещественная, ну, неудивительно. Ну, на всякий случай все-таки надо помнить о том, что скаляры у нас комплексные, да, и все-таки скалярное произведение сравнивать можно с числом, только если одинаковые тут векторы стоят, тогда оно вещественное, ну, либо только вещественная минимум часть работает с ней. Ну, вот, в одну сторону доказано. Есть, да, значит, ре x минус y на z минус y меньше либо равно нуля. Вот такая выкладка идет. Ну, и в обратную сторону, если у нас имеется вот это неравенство, называется это вариационное неравенство. Ну, по сути, вот я что-то тут варьирую, да, значит, с помощью этого t, да, давайте так и напишу, вариационное неравенство. Вот. И теперь в обратную сторону. Пусть это вариационное неравенство имеет место, вот, требуется доказать, что взяв, значит, любой z из m, да, мне хочется увидеть, что норма x, соответственно, минус z квадрат больше либо равно нормы x минус y квадрата. Это под вопросом, так ли это, я не знаю. Вот. Что тут? Ну, равносильно это чему? Естественно, сюда надо, наверное, добавить умный ноль плюс минус y, да, норма x минус y плюс y минус z квадрат больше либо равно под вопросом нормы x минус y квадрата. И теперь опять раскрываем скотки, да, так, да, это равносильно, не скотки, а норму, да, через скалярные произведения. Норма x минус y квадрат плюс норма y минус z квадрат плюс дворе x минус y, y минус z больше либо равно под вопросом норма x минус y квадрат, да. Это дело сокращается, да, это дело не отрицательно в силу того, что это квадрат нормы, а это дело не отрицательно по вариационному неравенству. Потому что тут y минус z, а там z минус y, да. Так что справедливо, да, и таким образом получается, таким образом, то, что на это равносильный выклад, совершенно, все, вот получается таким образом критерий того, что вектор y является ничем иным, а метрической проекции x на m, то есть вам надо увидеть такой y из m, что вот эти скалярные произведения имеют неположительную вещественную часть. Вот я смотрю из точки y на x и на z, да, и вещественная часть скалярного произведения этих двух векторов должна быть неположительной. И так для любого z. Если это так, то это как раз критерий того, что мы нашли единственную неповторимую метрическую проекцию. Ну, кстати говоря, из этого вариационного неравенства вытекает важное свойство непрерывности метрической проекции, даже ее липшицевость с константой 1. Функция расстояния, как вы помните, липшицевость с константой 1. Вот метрическая проекция тоже является уже h-значной функцией, гильбертовой значной функцией, которая от точки x, которую я проектирую, зависит липшицевость с константой также 1. Давайте это увидим. Значит, вот у нас множество m какое-то выпуклое и замкнутое в xh пространство. Вот есть две точки, x1, скажем, x2, и вот их вот проекция, y1, y2. Ну, тут как-то, да, геометрически на плоскости видно, что расстояние как-то не распирается. Вот, значит, y2 это pmx1, x2, а это pmx1. Спрашивается, как теперь сравнить это расстояние в терминах этого? Ну вот тут есть как раз ключевой отрезочек, вот этот, да, и два неострых угла, вот этих вот. Вот эти вот углы неострые по условию. Если мы это запишем, то моментально получится возможность сравнить это расстояние с тем, что у нас есть. Значит, получается, что ре x1 минус y1, да, а здесь тогда y1 минус y2, да, нет, y2 минус y1, там z минус y2, y2 минус y1 меньше либо равно нуля, да, вот в роли точки z выступает y2, да, вот, а y1 это вот проекция x1. И ре, соответственно, x2 минус y2, y1 минус y2 меньше либо равно нуля. Вот имеется два таких неравенства вариационных, да. Ну что нам теперь с этим следует сделать, да, наверное, я, ну, наверное, следует это дело сложить, да, что тут еще мы можем сделать. Да, если мы сложим, то получится, значит, сложив, здесь, видите, векторы одинаковые, знаком только отличаются. Вот, и тогда получится ре, значит, x1 минус y1 минус x2 плюс y2 на y2 минус y1 меньше либо равно нуля, да, вот вроде бы так получается. Я, значит, здесь перевернул с минусом поставил, получилось таким образом. Вот, а это тогда чему равно? y2 минус y1 на это, если перемножить, это будет как раз квадрат нормы разности y1 минус y2 в квадрате, да, она вещественна, поэтому вещественная часть не нужна. Значит, плюс ре, соответственно, x1 минус x2, y2 минус y1. Да, вот эта штука получается неположительна, да, правильно? Ну, теперь что, если я это перенесу направо и оценю по неравенству Каши Буниковского, то получится, следовательно, норма y2 минус y1 квадрат меньше либо равно ре x2 минус x1 на y2 минус y1, да, и это меньше либо равно, естественно, к произведению длин. Норма x2 минус x1 на норму y2 минус y1. Вот, ну, либо y2 равно y1, тогда понятно, что нормы разности равны нулю, не больше нормы разности x2 минус x1. Либо это все-таки число положительное, тогда я на него могу разделить и получить таким образом оценку. То есть норма Pm x2 минус Pm x1 соответственно меньше либо равно нормы x2 минус x1 для любых x1, 2 из x. Так что операция проектирования точки на выпуклое и замкнутое множество эта операция является липшицовой с константой 1, да, так же как функция расстояния, да, вот в Гильбертовом мире. Получается такая приятная оценка, вот, так что эта функция у вас, ну, сильно непрерывно, да, по норме. Так, движемся дальше. Следствие этого дела, если у вас L является подпространством. Такое, значит, следствие для M равного L замкнутое пространство в H, да, ну, замкнутое, естественно, по норме, да, ну, впрочем, раз оно выпуклое, это равносильно слабой замкнутости. Пока нам слабая топология не нужна, мы не знаем вид функционалов, да, общего вида функционалов еще не доказали. Ну, замкнутое по норме, естественно. Тогда что получается? Тогда, значит, для любого, а, ну, собственно, тогда определим L ортогональное, это называется ортогональное дополнение. Ортогональное дополнение L. Да, совпадает с символом аннулятора, но это не случайно, в общем, это как мы после доказательства теоремы об общем виде функционала увидим, что в каком-то смысле это как раз и будет отождествляться. Вот, значит, такие Y из H, что X скалярно на Y есть 0 для любого X из L. Вот, то есть все Y, которые ортогональны всем XM из L. Ну, ясно, что это тоже замкнутое подпространство. Это тоже замкнутое подпространство в X. Да, понятно, что сумма таких Y и умножение Y на скаляр это свойство не испортит. В силу аксиом скалярного произведения 0 тут находится благополучно, да, и оно замкнуто, потому что скалярное произведение по каждому со множителю непрерывно в силу неравенства Каши Буняковского. Так что если по станции YN сходится к Y, то скалярные произведения сойдутся в комплексной плоскости. Раз они были нулями, то и для предельного Y тоже будет 0. И так для каждого XI и Z. Так что это замкнутое подпространство без вариантов. Ну вот это определение, ну вот и тогда утверждение следующее. Для любого X из X равенство Y равно PLX, оно равносильно, ну Y из L, ну равносильно чему? Y, значит, соответственно принадлежит L, и X минус Y принадлежит L ортогонально. То есть для того, чтобы разыскать проекцию, вам фактически надо разыскать вектор, который в плане разности X минус Y помещает вас в ортогональное дополнение. Такой Y единственный может только быть, поскольку проекция единственная. И вот геометрически это действительно ортогональная проекция получается. То есть из X глядя на Y вы получаете элемент, как раз этот вектор перпендикулярный L в настоящем виде. Так, значит, ну и в частности это означает, что тогда отображение X в PL от X, да, из X, а это тоже в X, да, это линейный оператор. Оператор, ну так он и называется, линейный оператор ортогонального проектирования. Ортогонального проектирования на L, да, он непрерывный оператор, непрерывный оператор. Норма этого оператора будет равна единице, если L не тривиальное пространство. Если L не 0, то тогда, естественно, норма PL будет 1. Если же L тривиальный, ну тогда я в 0 проектирую, понятно, что норма будет нулевая. То есть когда вам говорят, скажем, на квантовой механике, применим оператор ортогонального проектирования, фактически вы вот имеете ссылку на это следствие теоремы Риса проекции, вот у вас для каждой точки существует единственная метрическая проекция, в пределах этого замканного подпространства. Но метрическая проекция все-таки это вещь, продукт минимизации нелинейного функционала. Непонятно, по какой причине это линейная вещь, если в качестве множества, на которое вы проектируете, у вас будет L. Ну как раз следствие вариационного неравенства и природы L, что это подпространство. Вот по сути критерий. В терминах этого критерия легко понять линейность вот этого оператора по L, ну и собственно то, что он имеет норму 1 при нетривиальном L, тоже это в общем очень легко. Так что ортогональное проектирование – это суть линейный оператор ваш. Это нам очень сильно потом понадобится в спектральной уже теории. Ну а сейчас слова о том, что у вас ортогональный проектор – суть линейный оператор, вот собственно объяснение, доказательства этого дела. Что мы получаем? Значит, Y равно PLX, да, это равносильно тому, что вот в терминах вариационного неравенства, вариационное неравенство, Y из L такой, что ре X минус Y на, соответственно, Z минус Y, меньше либо равно нуля для любого Z и Z. Ну прекрасно, значит, пользуясь… Ой, что там такое? Значит, пользуясь вот этим, фактически что мы можем делать? Ну поскольку Z из L любой, значит, так как L подпространство, то фактически это равносильно тому, что ре X минус Y на P меньше либо равно нуля для любого P из L, да, потому что в роли Z минус Y как раз и выступает какой-то вектор из L, да, значит, то есть вот в эту сторону очевидно, да, ну в эту сторону как я беру P равный Z минус Y в L для Z и Z, да, вот. А в эту сторону, соответственно, я могу взять, значит, взяв любой P из L, рассматриваю Z равный Y плюс P, он тоже в L, да, то есть из L же я не выскакиваю с помощью линейных операций, поэтому если у меня есть это неравенство, я могу взять любой P и в качестве Z рассмотреть Y плюс P, тогда тут и будет P, будет вот это, да, наоборот, если верно это, ну прекрасно, я тогда в роли P беру Z минус Y для любого Z из L, вот, и получаю это неравенство. Так что это одно и то же, вот в случае, когда L подпространство, вариационное неравенство становится вот таким, да, то есть получается это равносильно Y из L и ре X минус Y на P меньше либо равно нуля. Ну а вот здесь уже можно фокусничать, да, потому что P произвольный из L это подпространство, вот, и я могу его, соответственно, менять его знак, да, и умножить на I, значит, тогда получается плюс-минус P принадлежит L, да, и следовательно тогда RE X минус Y на P есть 0, потому что и с плюсом P, и с минусом P получается меньше либо равно нуля. В силу того, что вещественный скаляр из второго совмножки скалярного произведения я могу вынести, я могу его вынести минус этот, да, он с ре произвзаимодействуя вынесется со всем, и получится, что будет обратное неравенство для любого P, то есть 0. Дальше, так как IP принадлежит, значит, L, да, для любого P из L, у меня скаляр уже комплексный, пространство относительно комплексных скаляров, то тогда RE X минус Y на IP есть 0, но это не что иное, как мнимая часть X минус YP, да, вот, мнимая часть таким образом также зануляется, и тем самым вот эти вот факты, да, моментально означают, значит, что, значит, это равносильно тому, что X минус Y на P есть 0 для любого P из L. Вот так. Ну, в эту сторону очевидно, да, мы доказали вот фактически равенство нулю, да, значит, равенство нулю есть, понятно, что есть неравенство для вещественной части, это очевидно. А вот в эту сторону вот мы, соответственно, доказали. Все, значит, и таким образом получается, что как раз это и означает, что X минус Y лежит в L-ортогональном просто по определению. То есть это равносильно тому, что X минус Y принадлежит L-ортогональному. Так что критерием того, что точка Y является метрической проекцией, является принадлежность ортогональному дополнению разности X минус Y. Ну, очень, в общем, естественно. После чего легко доказываем линейность соответствующего вот этого оператора метрического проектирования, да, он становится теперь оператором ортогонального проектирования. Значит, получается, что, значит, если я беру любые U и V из X, да, и рассматриваю PLU плюс V, да, вот это вот дело, да, и PLU плюс PLV, да, вот я рассмотрю два вектора такой, да, и такой, естественно, да, L же под пространством, вот. То тогда что получается у меня? Вот этот вектор у меня, соответственно, удовлетворяет тому, что U плюс V минус PL, U плюс V принадлежит L-ортогональному. А здесь что будет? U мин U плюс V минус PLU плюс PLV. Если я рассмотрю такую разность, это будет U минус PLU плюс V минус PLV. Вот, и это принадлежит L-ортогональному, и это принадлежит L-ортогональному, да, потому что по критерию есть расшифровка такая. Ну и моментально, раз L-ортогональный это подпространство, сумма тоже принадлежит L-ортогональному. Следовательно, вот этот вектор и вот этот вектор, они оба удовлетворяют критерию того, что это проекция. Ну это проекция просто по определению, а это вот по построению получается. Ну, в силу единственности получается, в силу единственности метрической проекции у нас Пл. Это можно было не проверять, но достаточно было вот это проверить. Пл у плюс В, оно должно удовлетворять вот этому неравенству, и только оно одно единственное в пределах Л такое. А этот тоже удовлетворяет в пределах Л. Ну, значит, это одно и то же. У плюс В есть Пл у плюс Пл в. Таким образом, оператор ортогонального проектирования является оператором аддитивным. Аналогично однородность. Можно было сразу доказать, но я на две части что-то разбил. Если я беру Пл от альфа-У, альфа-комплексный скаляр, и альфа-Пл-У, вот такую штуку рассматриваю, то тогда получается, соответственно, альфа-У минус альфа-Пл-У, это и есть альфа-У минус Пл-У, альфа-скаляр. Вот это принадлежит Л-ортогональному, значит, это тоже принадлежит Л-ортогональному. Ну и, следовательно, в силу, опять же, единственности проекции, получается, Пл от альфа-У есть альфа-Пл-У. Потому что эта штука, она из л не вылетает, в силу того, что Пл-У принадлежит Л, а Л-пространство. И оно удовлетворяет как раз вот этому критерию геометрическому, и тем самым скаляр можно выносить. Итак, перед вами настоящий линейный оператор ортогонального проектирования точки на замкнутое подпространство в Гильбертовом пространстве. При этом, ну, собственно, то, что проекция Липшцева с константой 1 мы уже доказали, у нас получается норма Пл-У минус Пл-В, она не превосходит норму У минус В для любого УВ из Х, ну, из Х, да, и в частности это означает, взяв В равный нулю, что Пл-У по норме не больше нормы У для любого У из Х. То есть норма Пл не больше единицы. Однако, если Л не 0, да, если Л не 0, да, то для любого У из Л без нуля, да, у нас получается Пл-У, естественно, равен У, да, и поэтому норма Пл-У делить на норму У, это же больше либо равно норму Пл, да, а это будет равно единице, да, и меньше либо равно единице. То есть норма Пл есть 1. Вот оператор ортогонального проектирования, это непрерывный оператор с единичной нормой при условии, что вы проектируете на нетривиальное пространство. Если нулевой, ну тогда, конечно, это нулевой оператор, это неинтересно. Вот, собственно, в силу вот этой Липшцевости мы сразу легко получаем. Так, ну вроде бы все понятно, да. Движемся дальше. Ну теперь, собственно, мы полностью готовы для доказательства теоремы Рисса-Фрише об общем виде линейного непрерывного функционала ВАШ, который нас поставит перед воротами доказательства рефлексивности ВАШ, естественно. Значит, теорема Рисса-Фрише об общем виде линейного непрерывного функционала над Гильбертовым пространством. Что утверждается? В силу неравенства Каши Буняковского, собственно, видно, кто является линейным непрерывным функционалом с гарантией. Это скалярное произведение х на фиксированный вектор. Вот такое сначала рассуждение. Очевидно, по неравенству Каши Буняковского, что для любого, соответственно, z из h функционал f от х, равный скалярному произведению х на z, х в х, является элементом сопряженного пространства, потому что у вас модуль f от х не превосходит нормы х на норму z. Для любого х из х, следовательно, норма f не больше нормы z. Он линейен по первому аргументу и является непрерывным, вот его норма оценилась. Если z не 0, то тогда ясно, что f от z делить на норму z будет в точности нормы z. То есть получается, что это у вас величина, она меньше либо равно норма f, и меньше либо равно нормы z. Ну, она вещественна, поэтому я могу сравнивать. Значит, норма f есть норма z. При z равном 0, очевидно, так же это выполняется, потому что будет просто нулевой функционал. То есть скалярные произведения, они реализуют довольно большой запас линейных непрерывных функционалов. Вот таким вот образом фактически каждый вектор z порождает линейный непрерывный функционал в терминах скалярного произведения. Норма функционала равна норме породившего его вектора. Ну, поэтому вектору z данный функционал зависит как аддитивно и сопряженно-однородно. Если вектор сложил, функционалы сложились. Вектор умножил на скаляр, функционал умножился на комплексно-сопряженный скаляр. То есть вот это вот отношение, оно получается аддитивная сопряженно-однородная изометрия. То есть тем самым определено изометричное аддитивное сопряженно-однородное отображение. z из x в, значит, f из x со звездой. f от x есть скалярное произведение x на z. Нельзя сказать, что это изометрический изоморфизм, потому что, видите, у вас оно не линейно, оно сопряженно-однородно. Для вещественных скаляров это будет в чистом виде изоморфизм, конечно, потому что там комплексного сопряжения нет. Но для комплексных скаляров вот надо аккуратно. Значит, вы сумму z порождаете в сумму функционалов, а умноженный z на скаляр порождаете в функционал умноженный все-таки на комплексном сопряженный скаляр. Так что это аддитивное сопряженно-однородное изометричное отображение. x куда-то в x со звездой. Ну, собственно, теорема Риса утверждает, что это отображение на. Вот. Значит, утверждение теоремы. Вот. Что других функционалов нет. There are no others. Вот мы какие-то функционалы видим невооруженным глазом, а других, оказывается, и нет. Только этими функционалами все исчерпывается. Для любого f из x со звездой существует единственное z. Ну, собственно, единственность вытекает из вот этого изометричного свойства. z из x, да, ну, можем его так назвать, z от f. Давайте так, z от f из x такой, что норма z от f есть норма f, и f от x есть скалярное произведение x на z от f для любого x из x. Вот, x Гильбертова пространства. Вот. Ну, при этом отображение f из x со звездой в z от f из x является, значит, изометричным, аддитивным, да, аддитивным, да, аддитивным, значит, x. Ну, то, что на все понятно у вас, ведь любой z порождает функционал, а у вас существует z минус 1 из x в x со звездой, вот по указанному сценарию. Да, то есть любой вектор, значит, z маленький из x, он порождает, соответственно, вот по этому сценарию функционал как раз указанного вида. Так что то, что это отображение на, то, что это сюръекция, это очевидно. Вот. Главное вот было построить все-таки для любого функционала вектор, вот этот вектор, что любой функционал вектором обладает. Не какие-то, а вот вообще все. Доказательства, но на самом деле очень несложные, среди того, что мы уже наработали. То есть достаточно построить вот такой вектор, да, все остальное будет тривиально следовать изометрии, да, значит, никаких там проблем нет. Ну, давайте построим. Итак, беру любой f доказательства из x со звездой. Значит, ну, если f равен нулю, то z от f равный нулю подойдет. Скалярное произведение любого x на 0 это 0 по Кашибу-Нюковскому, да, и f от x тоже 0 раз он нулевой. Это тривиальный случай, да. Если же f не 0, то есть ядро f не совпадает с x, для нулевого функционала ядро это все пространство. А здесь функционал нетривиальный, есть вектор, переводящийся не в 0, значит, ядро с x не совпадает. КРФ это, собственно, l замкнутое подпространство в x. Вот, замкнутое в силу того, что f не прерывен, прообраз 0 под действием f. Ну, и то, что линейный стеф означает, что это подпространство. Следовательно, значит, а, мы, собственно, не доказали, черт, я слишком рано полез, да. Ну, давайте немножко я тут отступление. Отступление. К сожалению, забыл следствие из вот этой, увлекся линейностью оператора ортогонального проектирования и забыл про разложение. Это теорема рис об ортогональном разложении. Прежде чем доказывать теорему риса фрише, надо было эту теорему доказать, но, к сожалению, ладно. На пленке можно будет перемонтировать, вырезать, вставить, да. Фантазии у вас хватит. А можно так и оставить для разнообразия. Вот, для любого замкнутого подпространства L из X выполняется L плюс L ортогональный из X. Это совсем легкое следствие в свете доказанного. Понятно, что L пересечь с L ортогональным есть 0. Это очевидно. Потому что если вектор ортогонален сам себе, то есть если вектор лежит и в L, и в L ортогональным, он сам себе ортогональный, только нулевой вектор. Вот, и для любого X из X рассматриваем, соответственно, X равный X минус PL от X плюс PL от X. Вот, собственно, и все. Вот этот лежит в L, а вот этот лежит в L ортогональный. Ну, то есть получается L ортогональный плюс L. То есть любой вектор из X большого загоняется в эту сумму. Эта сумма прямая в силу вот этого, ну, и таким образом она равна всему X. Так что доказательства в одну строчку. Забыл об этом, сейчас мне это надо применять. Но фактически вот ключ, что разность X минус метрической проекции есть элемент ортогонального дополнения вследствие вариационного неравенства. Как только мы это видим, то, соответственно, представление Гильбертова пространства в терминах прямой суммы замкнутого под пространство его ортогонального дополнения, оно до поверхности лежит. И вот применяя вот эту, соответственно, теорему риса об ортогональном разложении, мы можем записать, что Kerr F плюс Kerr F ортогональное дополнение есть X. Вот таким вот образом мы это делаем. И вот это вот не равно X. Значит, это не ноль. Нам надо взять не просто элемент, который не аннулируется функционалом, а элемент нетривиальный, который ортогонален ядру. И это мы можем сделать в терминах вот этой теоремы. То есть существует какой-то Z из ядра F ортогонального Z не равен нулю. Вот такой вот вектор Z, его можно найти. Он, на самом деле, если вы вспомните, всякий функционал порождает разбиение пространства, даже линейного, не обязательно нормированного, линейный функционал, на прямую сумму ядра и одномерного подпространства, одномерного, натянутого на вектор, не лежащий в ядре. Так что вот эта штука, она фактически будет одномерной. Ядро имеет корразмерность 1, размерность фактора пространства, ядра функционала 1. И вектор Z, он с точки зрения длины просто определяется. Это не значит, что Z тут какие-то они распушились. Не, оно по сути одномерное. Ну вот сейчас в терминах любого такого Z мы функционал определим однозначно. Вот и все. Значит, ну все, стираю эту теорему Рисса отступлений. Вот оно вам хорошо известно, в принципе. И просто здесь надо было его озвучить. Следовательно, получается вот, что я могу, взяв теперь любое, значит, X из X, представим X в таком виде. X равно, значит, X минус, соответственно, F от X на F от Z, Z, плюс F от X на F от Z, Z. Вот я делаю примерно то же самое, что и вот для тех, помните, алгебраических утверждений для произвольного линейного функционала делал. Если есть вектор, неаннулируемый функционалом, я могу любой вектор из линейного пространства представить в виде вот такой вот суммы. Это тождественное преобразование. Ну, это находится, соответственно, тогда в линейной оболочке Z, которая содержится в ядре F-ортогональные дополнения, на самом деле просто это равно. А вот эта штука принадлежит как раз и ядру F, потому что F от X минус F от X F от Z делить на F от Z будет F от X минус F от X, то есть 0. Получается, вот этот вектор он просто-напросто ортогонален Z. Вот дополнительная информация, которая у нас имеется. Вектор Z, взятый нетривиальным образом из ортогонального дополнения ядра, будет принципиально ортогональным вот этому элементу ядра. И раз так, я могу скалярно, домножив вот это равенство на Z, получить требуемое представление. Вот, давайте его и получим. Вот это мы к этому стремимся. Да, а что мы тогда получаем? Значит, X скалярно умножить на Z, это будет, этот вектор при умножении на Z доставить 0, останется только вот этот. Получается, F от X делить на F от Z, Z, Z. То есть квадрат нормы Z. Следовательно, F от X отсюда мы находим таким образом. Это будет X, здесь будет стоять F с чертой от Z, Z делить на норму Z в квадрате. Вот и все. Для любого X из X. То есть вектор Z от F, вот я получил. Это F с чертой от Z, Z делить на норму Z в квадрате. Вот, если вектор Z начать удлинять, как-то умножать на нетривиальный скаляр, то он как раз сократится. Да, в числителе будет квадрат, модуль этого скаляра, и в знаменателе. Ну а то, что, собственно, этот вектор единственный, можно доказать, скорее даже лучше это доказать, просто, значит, в лоб. Значит, если два вектора есть, если Z1 и Z2 из X, это два вектора, такие, что F от X есть X, Z1 и есть X, Z2, да, для любого X из X, то, найдя разность, мы моментально получим, что разность Z1 и Z2 ортогональна любому вектору, для любого X из X. Следовательно, и самому себе, ну то есть Z1 минус Z2 принадлежит X-ортогональному, это 0, естественно, да, X-ортогональному 0, то есть Z1 равно Z2. Вот и все. Таким образом, такой вектор единственный, ну это означает, что вот это ядро, ортогональное дополнение, оно совпадает с линейной оболочкой Z, с точки зрения длины он определен, это одномерный мир фактически. Вот, то, что норма совпадает, мы уже доказывали, да, норма F равен норме Z, вот, ну а то, что у вас есть аддитивность и сопряженная однородность, тоже это вытекает фактически из единственности. Если я возьму два функционала из X-звездой, то тогда, значит, сумма этих функционалов, она порождается вот таким вектором, да, с другой стороны по определению это сумма значений FG в точке X, это будет тогда XZF плюс XZG, вот и равно XZF плюс ZG. Вот, ну и, значит, этот вектор совпадает с этим в силу единственности, следовательно, ZF плюс G и ZF плюс ZG. То есть вот у вас аддитивность этого отображения. И, соответственно, сопряженная однородность. Тоже, также это легко доказать. Значит, если мы рассмотрим альфа F от X, да, то есть с одной стороны X на Z альфа F, да, вот, а с другой стороны это для скаляра, это альфа F от X, то есть это альфа XZ от F, да, и скаляр занесется с чертой под знак второго саммножителя, получается X альфа с чертой Z от F. Ну и вот у вас вот этот вектор и вот этот вектор. Он должен быть один и тот же, да, функционал реализуется уникальным вектором. Получается, что Z альфа F это альфа с чертой Z от F. Все, то есть вот такое отображение Z большое, ну я так его обозначаю, не знаю, Z почему-то, вот, XYZ, да, у нас. Вот, действует оно из сопряженного пространства Гильбертова в само Гильбертова, действует на него целиком, это сюрреция, оно сохраняет норму, да, норма, соответственно, Z от F равна норме F для любого F из X. Со звездой это мы видели, когда просто функционал в таком виде рассмотрели, да, получили по Кашибуниковскому равенство. Вот, и от F этот Z зависит аддитивно и сопряженно однородно. Все, осталось не так много времени, но как раз мы полностью готовы для того, чтобы доказать рефлексивность Гильбертова пространства. Вот, а рефлексивность Гильбертова пространства даст нам фактически, вот, теорему Бальца на Верштрассе в нем, любая ограниченная последовательность в Гильбертовом пространстве будет иметь слабо сходящуюся подпоследовательность. Вот это свойство, то есть фактически у вас шар в Гильбертовом пространстве становится слабым компактом, значит, слабым секвенциальным компактом по теореме Берлейна-Шмульян. Вот, то есть в Гильбертовом мире вы живете как будто в конечномерном, только вместо сходимости по норме слабую сходимость надо рассматривать. А тут понятно, что значит слабая сходимость получается таким образом следствие. Значит, последовательность xn сходится слабо к x в гильбертовом пространстве x, если и только если у вас xnz сходится в комплексной плоскости к xz при n стремится к бесконечности для любого z из x. То есть произвольный функционал у вас это скалярное произведение, это сходимость скалярных произведений, вот что такое слабая сходимость. Что можно в гильбертовом пространстве, такая хитрая есть вещь, это фактически следствие такого свойства, которое называется равномерной гладкостью пространств, в дистеле, если хотите, читайте, там всякие есть у нормированных пространств свойства, обобщающие скалярные произведения, всякая равномерная выпуклость, равномерная гладкость. Вот в гильбертовом пространстве как раз оно в явном виде это свойство фигурирует, такое замечательное следствие. Значит, если у вас последовательность xn слабо сходится к x в x гильбертовом пространства и последовательность норм сходится при n стремится к бесконечности, то тогда отсюда вытекает, что норма xn минус x стремится к нулю, то есть xn сходится к x сильно в x. Ну, в эту сторону очевидно, да, и сильной сходимости всегда вытекает слабая, и сильной сходимости, естественно, вытекает сходимость норм. Но вот в произвольном нормированном пространстве это неверно, потому что слабо можно же сойтись к нулю, да, и, значит, а, ну там по сенсу норм, нет, ну, да, такой пример, наверное, надо еще поразмыслить, чтобы нормы сходились, да, xn сходился, а по норме вы бы не сходились. Значит, ну, наверное, в каком-то нормированном пространстве это можно придумать что-нибудь такое, да, значит, норма, естественно, должна быть какая-то у вас нетривиальная, да, ну, сейчас что-то я не беру сейчас так это сообразить, это надо думать, а вот в Гильбертовом пространстве, то есть в обратную, в эту сторону очевидно, да, вот, а если вот эти два свойства выполняются в Гильбертовом, то тогда получается вот так у вас. Ну, наверное, в каком-нибудь c0, c0 или бесконечности эти два свойства не будут означать вот это, надо какой-то пример придумать, вот, а в Гильбертовом вот такой позитив, то есть имея слабую сходимость и сходимость норм, да, вы на самом деле имеете сильную сходимость. Это очень легко увидеть, вот, практически очевидно. Так, значит, вот доказательства в эту сторону. Задача, возможно, даже из задания. Что тут имеется? Если мы рассмотрим норму xn минус x в квадрате, да, то это что такое будет? Вот, тогда это будет норма xn квадрат плюс норма x квадрат минус 2 ре xnx. Ну и, собственно, и все, да. Вот это сходится к двум нормам x квадрат, а вот это как раз сходится к ре xx, то есть к норме x квадрат, да, потому что как раз слабая сходимость означает сходимость скалярных произведений, то есть xnx сходится к xx, то есть вещественная часть, естественно, и в итоге стремится к нулю. Вот и все. Так что в Гильбертовом случае, если у вас есть сходимость, значит, xn к x и сходимость норм, то тогда вы отсюда получаете сильную сходимость. Ну вот, кстати, отсюда можете поразмыслить такое любопытное свойство. Отсюда следует вот что. Если, скажем, m это какое-то чебышевское множество в Гильбертовом пространстве, без предположения, что оно выпукло, да, вот оно, предположим, не выпуклое какое-то множество, тогда pmx сильно-слабо непрерывно, если и только если pmx сильно-сильно непрерывно. Сильно-слабо, это означает, что из сильной исходимости аргументов вытекает слабая исходимость образов, а сильно-сильно, то есть из сильной исходимости аргументов вытекает сильная исходимость образов. В эту сторону очевидно, а вот в эту сторону совсем не очевидно. То есть если проекция у вас из сильной исходимости аргументов влечет слабую исходимость проекций, то тогда волшебным образом будет и сильная исходимость. Вот это и есть инструмент. И вот это свойство является, кстати говоря, таким замечательным. Вот такая есть теорема Эдгар Асплант. Это один из прорывов в теории, довольно старый уже, с тех пор ничего особо нового не появилось. 69-й год. Если для Чебышевского множество ПМ сильно, слабо, непрерывно, то тогда М выпукло. Вот такая статья Эдгара Аспланда «Норвежский математик» 69-го года. По-моему, там пропитусов, Чебышев, 60 можете поискать и найти. Вот это вот свойство сильно слабой непрерывности проекции, его хватает для доказательства выпуклости. С другой стороны, как его добыть, непонятно. На самом деле это свойство равносильно вот этому свойству, а это свойство равносильно дифференцируемости по фрише такой некой специальной функции Аспланда. Он его придумал, функция Аспланда. И предположение о том, что множество не выпукло, приводит к тому, что функция Аспланда не будет в какой-то точке дифференцируема. А вот это свойство как раз равносильно дифференцируемости этой функции, получается противоречить. Тонкое рассуждение очень. Но всё это, как говорится, в мёртвом припарке. Откуда добывать это свойство, никто не знает. Для произвольного Чебышевского множества оно верно или нет? То есть рельсы переведены с вопроса выпуклости на вопрос такой непрерывности. Причём довольно слабая, сильно слабая непрерывность. Она равносильно-сильно-сильно, но может быть это добыть легче. Но никто добыть не может. Так что на этом уровне всё, в общем-то, и застопорилось. Так, ну а теперь что же, рефлексивность Гильбертова пространства, теорема. Если из Гильбертова пространства, тогда f от x есть x две звезды, где f каноническая изометрия Бамаха. То есть x рефлексивна. Доказательство. Берём любой φ из x две звезды. Мы хотим попытаться разыскать x из x. Такой, что φ от f есть f от x для любого f из x звезды. Вот такой x надо как-то раздобыть. Как его раздобыть? Ну, начинаем вот с этого, да, φ от f. Смотрим. Тогда мы можем написать, что это φ, и f, скажем, это будет z от, то есть, пардон, y пусть будет z от f из x. Вот я с помощью этой изометрии риса-фрише могу перевести стрелки, да, из сопряжённого мира, в исходный мир вернуться. Получится тогда это z минус 1 от y. Тогда это будет такая вот суперпозиция. Но z минус 1, оно, помните, аддитивно и сопряжённо однородно. То есть этот агрегат, он не является линейным. Он аддитивен и сопряжённо однороден. Но если я его комплексно сопрягу, то он будет линеен. Значит, равно, переведём сюда. Так, ну, стираю это всё дело. Может вас заинтересовало. Так, значит, равно. Здесь будет тогда φ, значит, суперпозиция φ z минус 1 с чертой. Да, воздействую на y и опять применяю черту. То есть двойное комплексное сопряжение. Вот это вот φ z минус 1 с чертой, оно, естественно, принадлежит x-звездой, потому что оба они, естественно, непрерывны. φ линейный этот сопряжённо однороден и аддитивен. Значит, эта суперпозиция будет аддитивна и сопряжённо однородна. Но с чертой она становится просто однородной. Поэтому линейна и непрерывна, как суперпозиция непрерывна. Так что это элемент x с звездой. Значит, от него можно посчитать z. Значит, рассматриваем глазами x, равный z от φ z минус 1 с чертой. Вот я возьму такую штуку, рассмотрю. И как только я такую штуку рассмотрел, то что тогда это будет? Если вот этот функционал воздействует на y, то в терминах этого x он как тогда будет воздействовать? Вот так. y, x с чертой. То есть это получается x, y. А что такое y? А y это z от f. Это x на z от f. То есть это и есть f от x. И всё. Вот такая детская игра получается. Взяв функционал f из x с звездой и воздействуя на него произвольным наперёд заданным φ из x с 2 звезды, вот в терминах возвращения функционала в родную гавань, в исходное Гильбертово пространство, применяя вот это z, получаем такую естественную суперпозицию, которая в силу свойств z и z минус 1, естественно, даёт нам в руки новый функционал φ z минус 1 с чертой, линейной непрерывной, к которому тоже можно применить z. Как только мы это сделаем, мы, собственно, этот x разыскали, и как раз получается, что f от x – это всё равно, что f от f. Всё, произвольный Гильбертов мир является рефлексивным, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Шар и любое выпуклое, замкнутое, ограниченное множество таким образом – это слабый компакт. И в нём, соответственно, вы можете возиться на секвенциальном языке с точки зрения слабой сходимости по тереме Берлина-Шмульяна без всяких вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok